450 новобранцев сегодня клянутся в верности родине. Они дают слово защищать нашу страну до последнего вздоха, а еще верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам страны. Для каждого солдата это важный и ответственный день. В рядах солдат сегодня и Алихан Халитов. В свои 18 парень принял решение на время отложить учебу и пойти служить в рядах нацгвардии. Алихан уверен, армия даст ему незаменимый опыт. Армия это долг каждого гражданина республики Казахстан перед своей родиной. Каждый человек должен, получается, пройти этот год, пройти этот путь. Это обязанность каждого человека, каждого мужчины. Даст мне больше знаний, я стану более дисциплинированным, то, что не хватает в обычной жизни. Безусловно, что-то новое для себя приобретут здесь. Все призывники еще в самом начале прошли двухнедельный карантин в специально оборудованных казарменных помещениях. Далее, после сдачи ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, их ждал курс молодого бойца. Ежегодно ряды национальной гвардии пополняются молодым призывом, где для подготовки молодого пополнения в частях формируются учебные пункты, где проводят занятия молодым пополнением в начальной военной подготовке, служебно-боевой подготовке, для подготовки выполнения практических стрельб. В конце принимаются зачеты и заканчиваются учебные пункты с принятием военной присяги солдатами. Защита конституционных прав, защита республики Казахстана является священным долгом, как вы знаете, каждого его гражданина. Сразу после принятия присяги солдаты торжественным строем прошли по плацу. Только вот родителей на этот раз на присяге не было. Ограничения – вынужденный карантин. Но любящих мам, пап, братьев и сестер это не остановило. Они в надежде увидеть своих родных выстроились у входа в воинскую часть. Айгуль Кандубаева приехала поддержать своего племянника. Говорит, дали ему слово, что приедут. И пусть даже за воротами, но побудут с ним в этот торжественный момент. «Приехали обрадовать его, братишку, на присягу. Ну, как карантин, не можем зайти. Ну, думаем, можем зайти встретиться. Мы ему обещали, что мы приедем. Своё обещание сдерживаем, стараемся сдерживать. Он сам по желанию приехал. По желанию всё хорошо. Его не забрали, он сам». Солдаты Национальной гвардии республики следят не только за общественным порядком в стране. Они приходят на подмогу во время пожаров, наводнений и других чрезвычайных происшествий.